В этом коротком видео я познакомлю вас с некоторыми концепциями английского языка, которые будут полезны. In this short video, I will introduce you to some of the basic concepts of the English language that will be helpful. Если вы едете в Англию, то вам надо знать, как там все работает. If you are traveling to England, you may be interested in finding out how stuff works over there. В целом, люди там доброжелательны, так что не волнуйтесь, если вы хотите что-нибудь спросить. Теперь давайте начнем. Сначала обсудим шоппинг, с этим кофейный, рестораны и метро. Now let's get started. First we'll discuss shopping, then coffee shops, restaurants and the metro. В Лондоне главные места для шоппинга это Oxford Street, Bond Street and Knightsbridge, где вы можете найти Harrods. Также вы можете найти маленькие магазины в районе Covent Garden. Все они близко друг к другу. The main areas for shopping are Oxford Street, Bond Street and Knightsbridge, where you can find Harrods. There are also smaller shops located around the area of Covent Garden. Overall, all of these areas are close to one another. Как это делается? Now how it's done? Когда вы занимаетесь покупками в Лондоне, то можете спросить, держа вещь, как мне пройти в примерочную. When shopping in London, you may ask, is there a place I could try this on when holding an item you want to buy? Если вам нужна помощь продавца, то не бойтесь спросить, как вы думаете одно подходит другому, и называйте то, что на вас надето. If interested in the opinion of an assistant, you can always ask, how do you think this one fits with my whatever is on you? Мне хочется посмотреть на более дорогие вещи у вас, если вас интересуют дизайнерские марки. Если вас интересует дорогая одежда, то следует идти на Bond Street. Oxford Street подходит больше для каждодневной одежды. If interested in the more upscale shopping, you should go to Bond Street, whereas Oxford Street is more for the everyday. В центральном Лондоне находится множество кофеин и ресторанов, так что загляните в них. There are many coffee shops located throughout central London. Be sure to check them out. Когда вы в Старбаксе, вы сначала заказываете напиток, потом говорите ассистенту, какую еду вы хотите, а потом платите. Вы получаете ваш напиток на столе далее. When at Starbucks, you order the drink first, then tell the assistant what food you want, and finally pay. You then receive your drink at the table further down. Там больше разные еды, чем в Москве. There is more variety of food there than in Moscow. В Лондоне также можно найти много других кофеин, но вы в них не можете курить. There is also a number of other different coffee shops in London. However, you can't smoke in any of them. Также в центральном Лондоне много разных сэндвич-шопах. Два самых известных называются Pre и Eat. В них продаются сэндвичи и рэпы, а также горячий кофе. There is also a number of different sandwich shops located throughout central London. Two of the most famous ones are called Pre and Eat. They serve sandwiches and wraps, as well as hot coffee. А теперь рестораны. And now restaurants. Когда вы в ресторане, то принято говорить. Прошу вас дать мне стакан воды. Слова may и could можно использовать взамен друг друга. Слово cheers означает спасибо в более традиционном английском лексиконе. Когда официант хочет помочь вам, ваш ответ может быть «Всё в порядке, спасибо» или просто «Всё окей». If the waiter approaches you and says «How may I help you?», your answer could be «I'm alright, thanks» or simply «I'm okay here». Если вы хотите, чтобы официант помог вам сделать выбор, то вы говорите «Предложите мне что-нибудь интересное и вкусное», и он обязательно поможет вам с вашим выбором. If you wish the waiter to help you, you can say «Could you recommend me something interesting and tasty?» And he'll be happy to help you. Теперь метро. Now the metro. Если вы хотите перемещаться по Лондону быстро и дёшево, для этого есть метро или тюб, как они это называют. Один билет может стоить до 4 фунтов, поэтому покупайте проездной, с ним поездка может стоить до 2 фунтов. If you want to get around London quickly and cheaply, there is the metro or the tube, as they call it. A single ticket can cost a whopping 4 pounds, so be sure to buy the Oyster card, with which a ride can cost less than 2. Центральный Лондон маленький, и вам нет смысла выезжать за крыльцевую линию. Там всё равно только жилые дома. Центральный Лондон is small, and you shouldn't feel the need to go outside the circle line. There are just residential buildings there anyway. Район вокруг станции Банк – это финансовый район. Там много банков и других фирм. Англичане называют это лондонском сити. The area around bank station is the financial district, with lots of banks and other firms around. The English call it the city of London. Ещё один интересный район Челси – место для богатых. Поездка до South Kensington и Sloan Square доставят вас туда. В целом на метро можно быстро доехать, но если у вас есть деньги, то берите такси, но это может быть очень дорого. Ночью пользуйтесь только лицензированным такси. Они все выглядят одинаково. Большая чёрная машина в стиле ретро. Если вы едете в Англию, я надеюсь, что вам это видео помогло и вам оно понравилось. Для всех остальных, надеюсь, что вы выучили что-то новое из этого видео и обязательно мне перезвоните. Пока! If you are travelling to England, I hope that the video was helpful and that you enjoyed watching it. For the rest of you, I hope that you learned something new from the video and make sure to give me a call back. See ya!